Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. МИД Израиля вызвал на ковер австралийского посла. После того, как министр иностранных дел Австралии, Пенни Уонг, заявила, что статус Иерусалима должен быть решен путем мирных переговоров между Израилем и палестинцами, а не односторонними решениями. И подчеркнула, что посольство Австралии останется в Тель-Авиве. Мы не поддержим подход, который подревает решение о создании двух государств. Посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве, заявила Уонг. Она также подчеркнула, зная, что это вызвало конфликты и страдания участия австралийского сообщества. И сегодня правительство стремится решить эту проблему. Напомню, что накануне с сайта МИД Австралии была удалена информация о признании западного Иерусалима столицей Израиля. Все прекрасно понимают, что отказ от признания Иерусалима, израильская столица, красноречиво свидетельствует об изменении политической позиции руководства Австралии. После ухода с поста премьер-министра этой страны, консерватора Скотта Моррисона, и прихода к власти левых либералов во главе с Энтони Альбанезом. Именно при Моррисоне Иерусалим был признан столицей Израиля, хотя посольство Австралии продолжало оставаться в Тель-Авиве. При этом глава МИД Австралии Пенни Монг охарактеризовала действия Моррисона как противоречащие международному стандарту и цитата «циничную попытку победить на дополнительных выборах в районах Сиднея с большим еврейским населением». МИД Израиля уже отреагировал на ситуацию, еще раз напомню, вызвав австралийского посла на ковер для разъяснительной беседы. Тем временем МИД Польши вызвал посла Израиля Якова Ливне на ковер. Причиной этого Демарша стали высказывания дипломата о безопасности израильских делегаций во время посещения Польши. Израильский посол публично обвинил руководство Польши в препятствовании делегациям посещать бывшие концлагеря. Израильская сторона настаивала на обеспечении делегаций израильской вооруженной охраны. Однако польская сторона отвергла этот порядок и заявила, что делегации из Израиля будут охраняться так же, как и все другие делегации из остальных стран. Израильская сторона настаивала, еще раз подчеркну, на обеспечении делегаций собственными вооруженными охранниками. Но польская сторона этот порядок методично отвергает. Заявляет, что все будут охраняться одинаково и по одному и тому же протоколу. Накануне, во время памятной церемонии, по случаю 79-й годовщины восстания в концлагере Сабибор, посол Израиля Ливне выразил сожаление, что из-за решений внешнеполитического ведомства в Варшаве организованные группы из Израиля не могут посещать Польшу. МИД Польши вновь выразил готовность принимать израильские делегации, но без их охраны. Польские власти также выразили сожаление в связи с форматом общения посла Израиля с польским МИДом. «Через публичные выступления и средства массовой информации». Как стало известно, израильский Моссад пытался захватить агентов Хамаса в Малайзии. Палестинец-араб из Газы был задержан предполагаемыми израильскими агентами в этой юго-восточной стране и освобожден службами безопасности Малайзии. Об этом сообщают малайзийские СМИ. Согласно данным, в конце сентября в столице этой страны Куала-Лумпуре произошел захват в стиле похищения некого гражданина из сектора Газа, чьи связи с Хамасом предположительно являлись предметом расследования израильской внешней разведки. Как утверждается, четверо малайзийских наемников, предположительно действовавших от имени израильской разведки, подъехали к двум арабам, которые, как сообщается, были экспертами в области компьютерного прогномирования, и затащили одного из них в машину, предупредив второго, чтобы тот держался подальше. Затем они отвезли похищенного в некое секретное место, где его якобы связали и заставили отвечать на вопросы по видеосвязи с израильскими разведчиками. Силы безопасности Малайзии в итоге освободили арабских гостей и якобы даже арестовали предполагаемых сотрудников МОСАДА через 24 часа, поскольку второй подозреваемый подал заявление в полицейский участок Куала-Лумпура примерно через 40 минут после похищения. Как замечают израильские СМИ, группировка Хамас создала целую сеть своих офисов по всему миру, и эта сеть простирается вплоть до Малайзии, в Юго-Восточной Азии. Добавлю также, что Малайзия, наряду с соседней Индонезией, это две страны, у которых нет дипломатических отношений с Израилем и которые считаются яро-антиизраильскими и сочувствующими палестинскому делу. МИД Израиля отмежевался от призыва министра Нахмана Шая оказать военную помощь Украине. Высокопоставленные чиновники в Иерусалиме заявили, что они не одобряют призыв министра по делам диаспоры. Представители внешнеполитического ведомства Израиля пояснили, слова министра Нахмана Шая о том, что Израиль должен предоставить оружие Украине, не отражают политику израильского правительства. Накануне, напомню, генерал-майор Запаса и министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал израильское правительство оказать, наконец, Украине военную помощь. Сделал он это после сообщения о том, что Тегеран передает России партию баллистических ракет. Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты Москве. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте, заявил Нахман Шай. Пришло время, чтобы Киев получил от Израиля такую же военную помощь, какую ей передают Соединенные Штаты и НАТО, написал министр в социальных сетях. После этого замсекретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес еврейского государства. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму», написал Медведев. «Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», добавил он. А также назвал украинцев бандеровскими выродками и заявил, «если им поставлять оружие, тогда Израиля впору объявить Мандеру Ишухевича своими героями». Сегодня же стало известно, что Украина обратится к Израилю с официальной просьбой о поставках обороняющейся стране систем ПВО. Об этом сообщил на брифинге в МИД Украины министр Дмитро Кулеба. Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украины из соответствующих технологий, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины. И продолжил. «Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить. Но это не происходит. Иран – это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником агрессии против Украины, я думаю, кто-нибудь в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно помощи Украине, колебания эти должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами», – подчеркнул Кулеба. Он также сообщил, что внес на рассмотрение президента Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном из-за поставок иранского оружия России. Речь идет прежде всего об иранских дронах «Шахед», с помощью которых Россия почти ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру в Киеве, Одессе, Днепре и других украинских городах. А в последнюю неделю в Израиле все громче раздаются голоса политиков, выступающих за оказание военной помощи Украине. Накануне и лидер партии Мэр Эдзава Гальон призвала правительство Лапида дать, наконец, Украине батареи «Железный купол» для защиты своих городов. Путин обстреливает ракетами Киев и Львов. Улицы горят. В начале войны Израиль отказался давать Украине «Железный купол». Пришло время пересмотреть эту позицию. Это было бы этично – защитить людей от иранских ракет, которыми их обстреливает кровожадный безумный диктатор, подчеркнула Гальон. Также депутаты от Аводы призвали премьер-министра Лапида «прекратить занимать половинчатую позицию и как можно скорее сформировать пакет помощи Украине, включая возможности обороны тыла». Несколько десятков спортсменов из Израиля, 12 среди которых международно известны, получили гражданство Португалии. Один из них, Манор Соломон, выступает за английский футбольный клуб «Фулхэм» на правах аренды. Все спортсмены использовали так называемый «Сефардский закон» Португалии, который позволяет натурализоваться потомкам сефардских евреев, высланных из Пиренейского полуострова во времена Средневековья. Получение португальского гражданства позволит футболистам проще переходить в клубы из чемпионатов, где действуют лимитные игроков из стран, которые не входят в Евросоюз. Лишь один из этих игроков, Дор Ян, будет играть в чемпионате Португалии. Соломон еще летом воспользовался правилом «Фифа» и стал играть за английский «Фулхэм» на правах аренды. Израильтянин провел только один поединок и получил травму. Он считается, однако, самым ценным израильским игроком на сегодняшний день. Эксперты оценивают его трансферную стоимость в размере 18 миллионов долларов. Шон Залман Вайсман – еще один израильский игрок, имеющий португальский паспорт. 26-летний спортсмен является вторым по рейтингу израильским игроком на рынке с ценой в 8 миллионов долларов. Выступает он за испанский «Реал Валья Долит» сезона 2020-2021 годов. А в августе прошлого года вызвал интерес у португальского спортинга. Но переговоры до сих пор так и не продвинулись. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин